Бойцы студенческих трудовых отрядов вернулись с зимней целины. Они провели новогодние каникулы на железнодорожных магистралях страны. Успели побывать в Мурманске, Новороссийске, Кисловодске и других городах Европейской части России. Две недели обеспечивали уют для пассажиров и порядок в поездах. Ежедневно студенты помогали организовать перевозки тысяч человек. В отличие от летнего сезона, зимний сложнее, признаются проводники. В частности, из-за морозов работы в вагонах оказалось гораздо больше. Порой в тамбурах промерзали окна и двери. Нужно было постоянно топить печь. Научишься, как правильно топить котел. Если ты не знаешь, что в проводниках зимней целины, это тебя 100% ждет, и ты научишься. Далее мы отбивали подвагонное оборудование, очищали, отмораживали раковины, если они заморозились. Если мы ездили, допустим, в холодные города, это как Мурманск. В Мурманске у нас было минус 40 градусов, поэтому это нам все там пригодилось. Для того, чтобы попасть на зимнюю целену, студентам необходимо проработать летний сезон и пройти дополнительное обучение. Трудовые каникулы принесли проводникам хороший заработок. К тому же практически все успели вернуться на учебу. Я спокойно выехала, получается, за неделю до Нового года и успела вернуться на свою сессию, успела уже сдать зачет, и вот сейчас у меня идут экзамены. В этом плане у меня все хорошо. Вне сезон бойцы студенческих отрядов не сидят сложа руки. Студенты присоединились к акции «Снежный десант РСО». Современные тимуровцы выезжают на село, чтобы адресно помочь пенсионерам, инвалидам и ветеранам.